Камчатка 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 А значит, пространство себя оправдывает, и оно работает. Значит, жизнь наполнила школьную точку кипения. Ну и еще целый ряд проектов, которые направлены на более серьезную переработку водных биоресурсов высокотехнологичную, на обработку судов и на развитие тех секторов экономики, которые на Камчатке мы считаем приоритетными. А это рыбохозяйственный комплекс, это логистика и это туризм как перспективная точка развития и экономики, и нашего общества. Конечно, большую ставку мы делаем на зеленую энергетику, в том числе зеленый водород. И я рад, что серьезная проработка на архипелаге была осуществлена. Уверен, что в перспективе мы сможем те выводы, которые здесь будут сделаны, в практику положить и реализовать именно на Камчатке. На самом деле, приоритеты у нас три основных. Это рыбохозяйственный комплекс, базовый отрасль нашей экономики. И, конечно, здесь большой запрос на высокотехнологичные разработки, потому что, да, Камчатка сейчас это главный рыбохозяйственный регион России и один из лидеров мировых. Но очень важно нам повышать глубину переработки и уходить от экспорта необработанной рыбы к полному производству, производству полного цикла у нас на территории региона. Это логистика и здесь тоже большое пространство для высокотехнологичных проектов, поскольку Северный морской путь, перспективная транспортная артерия, магистраль уже сейчас конкурентоспособна, мы это видим. Но есть множество задач, которые требуют решения от навигации в условиях ледовой обстановки, оцифровки самого Северного морского пути до комплексного видения экологического развития городов, точек, хабов по всей протяженности Северного морского пути. Ну и, наконец, туризм с учетом особенностей Камчатки тоже является, так скажем, заказчиком высокотехнологичных разработок. Вот сейчас по поручению президента мы тестируем различные решения по конструкции настильных троп и инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. Огромный запрос на новые технологии обработки мусора, в том числе бытовых отходов, на таких замкнутых удаленных территориях, потому что сейчас это колоссальная проблема. Это вопросы новых видов транспорта с учетом отсутствия взлетно-посадочных полос, больших расстояний, необходимости удешевления одного километра перелетаемого расстояния. Мы уже участвуем в пилоте с почтой России по тестированию доставки почты беспилотниками. Ну и множество других направлений, по которым, безусловно, мы готовы выступать заказчиками инновационных предпринимателей. Продолжение следует...